Всем добрый, добрый вечер. У нас, черт его знает, какая по счету трансляция героев четвертых. Наконец мы узнаем, чем закончилась история королевы Эмилии и многочисленных друзей. Будем держаться за руки. Вот, ой. Так, давайте вспоминать. Последняя миссия, она, последний бой, как он, как всегда, он трудный самый. Нам дали кучу героев, причем одного все равно героя, нашего генерала Таржа. Как не было с нами, так и нет. Вот, насколько я понял, вот. Из-за этого Эмилия, конечно, очень страдает. До Салмира доходим. Джины довольно мобильные, они могут себе позволить. А-а-а, я тут сомневался. Блин, я же забыл, что сомневался здесь. Типа, возвращаться сюда или не возвращаться. Вроде как это основной проход, то есть это должен быть тупиковый, по идее. Но там я без Салмира не пробью. Стоит ли мне возвращаться? Думаю, что да. Присобачиваем еще четырех джинов. Скорее всего, возьмем еще парочку, когда будем мимо пробегать. В замке отстраиваемся. В этом замке все равно мы делать ничего не можем, поэтому просто остаемся. О-о-о! Так, это кто разговаривает, интересно? Он согласился, видимо. Проведя вместе больше двух недель, мы установили порядок, в котором разбиваем вечером лагерь. Оновин разводит костер. Пока Тарх, Ровен и Фриделок ставят палатки. Котш, лучник, берет на себя всю охоту и готовку. Он делает лучшее жаркое из кролика, которое мне доводилось пробовать. Поэтому я попросил его стать моим придворным поваром, если я когда-нибудь опять стану королевой Великого Арканума. Он согласился. Интересно, чем он сейчас заниматься будет? А я, а я. Хотя Тарх и другие по-прежнему относятся ко мне как к своей королеве, я настаиваю на том, чтобы брать на себя часть работы. Обычно мне все равно не приходится делать ничего, кроме починки порванной одежды. А я еще помогаю Тады Вану творить над лагерем защитное заклинание, чтобы его нельзя было обнаружить. Когда мы устраиваемся на ночь... Привет, Янвер. Так, текст улыбает всегда. Когда мы устраиваемся на ночь и расписываем порядок ночных караулов, мы с Тархом и Тады Ваном, дядей Ваней, садимся вместе и планируем свои действия на следующий день. Всякий раз Тарх напоминает о том, как глупо все это предприятие. У меня ощущение, что я охочусь на Снарка. Кто такой Снарк? Бросил однажды Тарх, сидящий рядом. Котш откровенно хихикнул. В чем дело? Спросила я. Снарк. А, Снарк, сказал Котш. Такого зверя не существует, моя королева. Это охотничья шутка. Отцы посылали своих сыновей в лес искать Снарка, как для инициации, когда хотели, чтобы те стали мужчинами. Обычно говорят, что Снарк это шестиногая тварь с головой свиньи и телом кошки. Сын проводит в лесу целые сутки, а утром возвращается, думая, что он потерпел неудачу. Мой отец смеялся надо мной больше часа. Это просто старая шутка. Да, и этот меч богов, он и есть этот чертов Снарк, заявил Тарх. Тарх. Я верю, что он существует, Тарх. Если нам суждено когда-нибудь сокрушить Магнуса, то он существует. И сколько нам бросить в его поиски? Месяцы? Годы? Я поднялась. У меня вдруг не хватило сил терпеть дурной характер своего собеседника. С тех пор, как я, не послушавшись его... Блин, почему я так ее читаю? С тех пор, как я, не послушавшись его совета, разрешила Салмиру присоединиться... Салмиру, не Салимру, а Салмиру, это мы знаем из третьих героев. Присоединиться к нам, гном стал невыносим. Знаешь, Тарх, я еще не готова идти назад и стать рабыней Магнуса. А ты? Готов ли ты стать рабыней? Я быстро пошла прочь. Но в глубине души у меня таилось сомнение. Вдруг Тарх прав. Его советы столько раз оказывались мудрыми. И на самом деле у меня нет никаких доказательств, что меч богов... Мы ищем меч богов и ищем этот зеленый кристалл, который туманит разум. Это нечто большее, чем просто удачная выдумка хорошего рассказчика. Привет, Владимир. Тебя приветствует Эмилия Найтхевен. Так, справились. Зелевыносливостью. Золотишко, раз, два, три, не буду разделить. О-о-о-о! Джиновская нычка. Джиновская нычка. Вся вот эта вот компания, блин, это... Это насколько быстро ты соберешь джинов и сможешь делать клон... Да на кого хочешь. На титанов, на этих драконов. Нас... Неважно. Поэтому нычка джинов нас несколько должна ускорить. А, ключник. А-а-а. Так... Я думал, там гарнизон. А, тут ключник. Нет, там не пройду. То есть мне нужно на демонов нападать. Вамбос охраняет какую-то... О-о-о! Доспехи жизни. Артефакт повышает 20 ур... Что? Оберег от смерти. Что? На десятке сотни свора. Народу очень много. Эмилия наша. Я вспоминаю тебе там диалоги. Так, накидка хранителя, кстати. 40 самоцветов. Это с запасом под титанов. Накидка нам даст 30% magic резистов. Не знаю, поможет ли... Все так справились. Beer Dealer. Привет. Во-первых, уровень. Это уже хорошо. Я бы взял ему резист. Золото. Пергамент белой тигры. Экзорцизм. Воззвание к небесам. Рой Ос. Общая фортуна. Неплохо. Огненный шар. Марио. Так, а что мне здесь может... Во-первых, может пригодиться общая фортуна. Для инициативы максимальной, да? Тигры могут позайти. Тигры, дикие котики. Дикие кошки. Офигели. Так, надо эти хупыреи вырубать. Во-первых, забывчивость. Все, погнали дальше. Это всего лишь гарнизон. Вы взираете на волшебные образы, колышущиеся перед оком магов. Поначалу все видно смутно, как под водой. Но затем картинка обретает четкость. И вы понимаете, что смотрите в дальней земле. Да, я этого не видел. Спасибо. О-о-о. Мазак. То есть, наверху за красной палаткой. Понятно. Игра. Спасибо. У меня... Подожди. Нет, 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 нет. Подожди. Уйди. Не пугай кота. Она и так бешеная. Смотрите. Вот он. Испуг. Что происходит? Где? Триса. Ну, дернись как-нибудь. Хвост. Хвост просто. Ну, это он собранный, на самом деле. Давай шумахера пока. Не, не надо. Быстрее, пока. Не, ну все уже, все. Не надо. Ну, как тебе? Шумахер не сосет. Нет, не надо. Все, все, все. Хватит. Друзья, прощаемся. На этой радостной ноте. Заканчиваем трансляцию. Заканчиваем. Мне не нужны левые коты. У меня и так все есть. Увидимся с вами завтра. Приходите. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что заходите на ГГ. Пишите. Подписывайтесь. Все. Я пойду отдыхать. Е-е-е-ей.